В студии Юлия Рогова. Доброе утро. Премьер-министр Савлис Квернялис говорит, что случай инфицирования коронавирусом нескольких иностранцев в Каунасе требует срочного реагирования. Поэтому сегодня планируется быстро принять необходимые решения насчет безопасных поездок и мерах безопасности. Больше не хочется приостанавливать жизнь в стране еще на несколько месяцев. На прошлой неделе премьер-министр попросил правительство на совещании на этой неделе подготовить проект по применению необходимых мер безопасности в общественном транспорте, торговых точках, на мероприятиях, проходящих в помещениях. Американская фармацевтическая компания Модерна объявила, что скоро начнет заключительный этап испытаний на людях экспериментальной вакцины от COVID-19. Считается, что разработанная ими вакцина безопасна и вызывает иммунную реакцию у всех 45 добровольцев на первом этапе исследований. На заключительном этапе испытания уже будут проходить 30 тысяч добровольцев. Половина будет вакцинирована, а другая половина получит плацебо. Затем исследователи будут следить за ними в течение двух лет, чтобы выяснить, действительно ли добровольцы защищены от вируса. Или, если они заражаются, предотвращает ли эта вакцина возникновение симптомов. В северной части Клайпеды успешно проведены и закончены испытания теплотрасс. Серьезных дефектов не выявлено. Горячая вода уже готова вернуться в квартиры горожан. Как быстро это произойдет в каждом отдельно взятом доме, зависит от того, как администрация дома прореагирует на информацию об окончании испытаний. Вчера министр здравоохранения Аврелий Сверига в Клайпедском районе вручил 95 памятных медалей за выдающиеся заслуги. Их удостоились работники медицинских учреждений региона, работники лаборатории и представители самоуправления, которые эффективно боролись с пандемией. Однако Винцес Янушонец, руководитель Клайпедской университетской больницы, не был удостоен награды. Учитывая большое количество жалоб, полученных от работников больницы, по мнению министерства, было бы несправедливо отметить заслуги этого руководителя в данной ситуации. Депутаты горсобраний и райсоветов Клайпедского региона, одни из самых богатых политиков в Литве, государственная налоговая инспекция, обнародовала новейшие данные по имущественным декларациям за 2019 год. В ходе изучения документов выяснилось, что в топ-200 самых состоятельных людей страны вошли многие политики из Клайпедского региона. Самым богатым депутатом городского совета во всей Литве признан народный избранник из Клайпеды, Видмантас Дамбраускас. Его имущество оценивается примерно в 19,5 миллионов евро. На втором месте депутат Клайпедского райсовета Йонас Думачус. Его имущество оценивается примерно в 5 миллионов евро. Известно, что он является главным акционером строительной компании «Гидростатиба». На третьем месте оказался депутат Клайпедского горсовета, предприниматель, владелец пространства Фредерико Пассажес, Айдос, Кавятскис, чуть менее 5 миллионов евро. С приближением возможного запуска Островецкой АЭС президент Гитана Сноуседа созывает Государственный совет обороны. Власти страны убеждены, что Беларуи запускают новую атомную электростанцию с нарушением международных требований, а также без проведения необходимых стресс-тестов. На заседании будут обсуждаться готовность правительства и других учреждений, и власти реагировать на угрозы, вызываемые Островецкой АЭС. Компания Apple выиграла первый акт налоговой схватки с Евросоюзом за 13 миллиардов евро. Американский производитель iPhone добился в суде отмены решения Евросоюза о гигантской доплате в бюджет Ирландии. Приняв сторону Apple, Европейский суд возвел серьезную преграду на пути крестового похода Евросоюза против американских гигантов вроде Google, Facebook и Amazon, который зарабатывает по всему миру, а налоги платят либо дома в США, либо в льготных юрисдикциях. И показал, как непросто будет выровнять налоговые условия внутри единого рынка 27 стран Евросоюза, чего власти ЕС добиваются уже почти десятилетия. Ранее уже было объявлено о том, что праздник моря в этом году будет скромнее, без традиционного парада и массовых мероприятий. Руководитель Клайпесского департамента национального общественного здоровья Раймандас Григалюнус уже признается, что будет крайне сложно контролировать количество людей на мероприятиях. В то же время руководительница полицейской окружной службы общественной безопасности Раймандас Григалюнус переживает по поводу проведения традиционной ярмарки, хотя в этом году участников ярмарки по регламенту будет намного меньше. Невозможно избежать массовых столпотворений. Обещает штрафовать людей, не придерживающихся правил. Руто Степанович, не одна из организаторов праздника моря, говорит, что будут установлены специальные сигналы и ограничения для людей, чтобы они не задерживались в одном месте на долгое время и держали дистанцию. При этом со всеми общественными туалетами в период праздника будут установлены специальные дезинфикаторы. Чилийская полиция занимается обучением служебных собак для распознавания людей с запахом COVID-19 на вокзалах и в аэропортах. Лабораторы-ретриверы обычно используются для обнаружения наркотиков и взрывчатых веществ или для поиска пропавших людей. Хотя сам вирус не имеет запаха, изменения, которые он вызывает в обмене веществ, выделяют специфический запах человеческого пота. Сегодня в нашем городе будет малооблачная вероятность дождя небольшая. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем от 24 до 26 градусов тепла. Температура воды в Балтийском море около 18, а в Курском заливе около 19 градусов. Продолжение следует...